Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. И сегодня продолжаем главу 32 «Самодокументирующийся код». И начинаем с подглавы, которая называется «Методики комментирования». Итак, поехали! Существует несколько методик комментирования, различающихся по тому, к какому уровню относятся комментарии. К программе, файлу, методу, абзацу кода или отдельной строке. Если код хорош, необходимость комментирования отдельных строк возникает редко. Есть две возможных причины комментирования строки кода. Строка довольно сложна и поэтому требует объяснения. Строка когда-то содержала ошибку, и вы хотите отметить это. И вот некоторые советы по комментированию отдельных строк кода. Избегайте комментариев, высосанных из пальца. Много лет назад я слышал историю о программисте, которого подняли с постели исправить неработающую программу. С автором программы, который к тому времени уже оставил компанию, связаться было невозможно. Программист раньше не работал с этой программой. И после тщательного изучения документации, он обнаружил вот такой вот комментарий. Поломав над ним голову всю ночь, программист в итоге все исправил и пошел домой спать. Несколько месяцев спустя, он встретился с автором программы на конференции и узнал, что комментарий означал «Rest in peace, Людвиг Ван Бетховен». Покойся в мире, Людвиг Ван Бетховен. Бетховен умер в 1827 году, которому соответствует 16-ти ричное значение 723. Необходимость использования значения 723 не имела никакого отношения к комментариям. Комментарии в концах строк и связанные с этими проблемами. И вот пример кода с комментариями в конце строк. Иногда комментарии в концах строк полезны, но вообще они создают несколько проблем. Чтобы они не нарушали восприятие структуры кода, их нужно выравнивать по правому краю кода. Если вы не будете их выравнивать, листинг будет выглядеть так, как будто его пропустили через мясорубку. Как правило, комментарии в концах строк трудно форматировать. Если их много, выравнивание занимает массу времени. Это время тратится не на изучение кода, а исключительно на нудный ввод пробелов или символов табуляции. В то же время, комментарии в концах строк трудно поддерживать. При удлинении какой-либо строки с таким комментарием он сдвигается, что заставляет приводить в соответствие все остальные комментарии в концах строк. Стили, которые трудно поддерживать, никто не поддерживает, а после изменений кода, комментарии начинают ухудшать его, а не улучшать. Кроме того, комментарии в концах строк часто страдают от таинственности. Справа от строки обычно остается не так много места, и если вы хотите написать комментарий в той же строке, он должен быть кратким. В результате целью комментирования становится формулирование комментариев с максимально краткой, а не максимально ясной форме. Не используйте комментарии в концах строк, относящиеся к одиночным строкам. С комментариями в концах строк связаны не только практические, но и концептуальные проблемы. И вот пример набора комментариев в концах строк. Общий недостаток комментариев в концах строк в том, что трудно придумать выразительный комментарий для одной строки кода. Большинство таких комментариев просто повторяет строку кода, что скорее вредит, чем помогает. Не используйте комментарии в концах строк, относящиеся к нескольким строкам кода. Если комментарий в конце строки относится к нескольким строкам, форматирование не позволяет узнать к каким именно. Суть данного комментария ясна, но что он комментирует? Чтобы узнать, относится ли комментарий к отдельной команде или к целому циклу, придется прочитать и комментарий, и код. Когда использовать комментарии в концах строк? Ниже описаны три разумные причины использования комментариев в концах строк. Используйте комментарии в концах строк для пояснения объявления данных. Комментарии в концах строк полезны для аннотирования объявлений данных, потому что с ними не связаны проблемы, характерны для аналогичных комментариев кода, если, конечно, строки имеют достаточную длину. При 132 символах в строке вы обычно можете написать выразительный комментарий около каждого объявления данных. И вот вы сейчас видите этот пример на экране. Не используйте комментарии в концах строк для вставки пометок во время сопровождения программного обеспечения. Комментарии в концах строк иногда используют для регистрации изменений, выносимых в код после выпуска первоначальной версии программы. Эти комментарии обычно включают дату изменения и инициалы программиста. Иногда это номер отчета об ошибке и так далее, как вы видите сейчас в этом примере. Наверное, написать такой комментарий после ночного сеанса отладки программы приятно, но в итоговом коде им не место. Их лучше включать в системы управления версиями. Комментарии должны объяснять, почему код работает сейчас, а не почему он когда-то не работал. Используйте комментарии в концах строк для обозначения концов блоков. В комментариях в концах строк полезно отмечать окончание объемных блоков кода, например, циклов while или операторов if. За исключением нескольких специальных случаев, комментарии в концах строк сопряжены с концептуальными проблемами и обычно служат для объяснения слишком сложного кода. Кроме того, их сложно форматировать и поддерживать. В общем, их лучше избегать. Комментирование абзацев кода. Большинство комментариев в хорошо документированной программе состоят из одного-двух предложений и описывают абзацы кода. Этот комментарий не повторяет код, он описывает цель кода. Такие комментарии относительно легко поддерживать. Даже если вы найдете ошибку в коде, меняющем корни местами, изменять комментарии не придется. Комментарии, написанные не на уровне цели, поддерживать труднее. Пишите комментарии на уровне цели кода. Описывайте цель блока кода, следующего за комментарием. Вот пример комментария неэффективного из-за того, что он не относится к уровню цели. Прочитав код, можно понять, что цикл ищет символ доллара. И это полезно отразить в комментарии. Недостаток этого комментария в том, что он просто повторяет код и ничего не говорит о его цели. Этот комментарий чуть лучше. Этот комментарий лучше потому, что он говорит, что целью цикла является поиск символа доллара. Но мы еще не знаем причину поиска символа доллара, иначе говоря, более глубокую цель цикла. А этот комментарий еще лучше. Этот комментарий на самом деле сообщает то, чего нет в листинге. Что символ доллар завершает слово команды. Просто прочитав код, этого никак не понять. Так что данный комментарий действительно важен. При комментировании на уровне цели, полезно думать о том, как бы вы назвали метод, выполняющий то же самое, что и код, который вы хотите прокомментировать. Если каждый абзац кода имеет одну цель, это несложно. Примером может послужить комментарий в предыдущем фрагменте кода. Имя findCommandWorldTerminator было бы вполне приемлемым именем метода. Другие варианты findInputString и checkEachCharacterInInputStrUntil a$SingleInFoundOrAllCharacterHaveBeenChecked по очевидным причинам являются плохими или некорректными. Опишите суть кода как имя соответствующего метода, не используя сокращений и аббревиатур. Это описание и будет комментарием, и скорее всего, он будет относиться к уровню цели. Во время документирования сосредоточьтесь на самом коде. Строго говоря, сам код – это документация, которую всегда следует проверять в первую очередь. В предыдущем примере литерал знак доллара следовало бы заменить на именованную константу, а имена переменных должны были бы предоставлять больше информации о том, что происходит. Если бы вы хотели добиться максимальной читабельности, вы добавили бы переменную, содержащую результат поиска. Это провело бы ясное различие между индексом цикла и результатом выполнения цикла. Вот предыдущий пример, переписанный в хорошем стиле и дополненный хорошим комментарием. Этот код достаточно хорош. Его цель можно понять при чтении и без комментариев. Фактически, они даже могут стать избыточными, но от этого страдают очень немногие программы. Наконец, этот код следовало бы выделить в метод с именем вроде findCommandWorldTerminator. Аналогичный комментарий также полезен, но при изменении программного обеспечения, комментарии устаревают и становятся неверными чаще, чем имена методов. Придумывая комментарий, абзаца, стремитесь ответить на вопрос «Почему?», а не «Как?». Комментарии, объясняющие «Как?», что-то выполняется, обычно относятся к уровню языка программирования, а не проблемы. Цель операции почти невозможно выразить в таком комментарии, поэтому он часто оказывается избыточным. И вот вы видите два примера. Первый пример. Разве следующий комментарий, в нем сообщает что-то такое, чего неясно из самого кода? Нет, не сообщает. А вот второй пример. Сообщает. Он отвечает на вопрос «Почему?». Если комментарий, этот, то есть второй комментарий гораздо лучше, так как он говорит что-то, чего нельзя понять, исходя из самого кода. Код также можно улучшить, заменив ноль на элемент перечисления с выразительным именем и уточнив имя переменной. И вот самая лучшая версия этого кода и этого комментария. Когда код достигает такого уровня читабельности, ценность комментариев становится сомнительной. В нашем случае, после улучшения кода, комментарий стал избыточным, и его вполне можно удалить. Можно поступить и иначе, чуть изменив роль комментария. Если этот комментарий относится ко всему блоку кода, после проверки условия if он является резюмирующим комментарием и не будет лишним сохранить его в качестве заголовка абзаца кода. Используйте комментарии для подготовки читателя кода к последующей информации. Хорошие комментарии говорят человеку, читающему код, чего ожидать. Просмотра комментариев должно быть достаточно для получения хорошего представления о том, что делает код и где искать места выполнения отдельных операций. Из этого следует, что комментарии должны всегда предшествовать описываемому ими коду. На занятиях по программированию об этом говорят не всегда, но в отрасли разработки коммерческого программного обеспечения эта конвенция стала почти стандартом. Не размножайте комментарии без необходимости. В избыточном комментировании ничего хорошего. Если комментариев слишком много, они только скрывают смысл кода, который должны понять. Вместо того, чтобы писать дополнительные комментарии, постарайтесь сделать читабельнее код. Документируйте сюрпризы. Если что-то не следует из самого кода, отразите это в комментарии. Если вы использовали хитрую методику вместо простой для повышения производительности, укажите в комментариях, каким был бы простой подход и оцените прирост производительности, достигаемый благодаря хитрости. И вот пример. Операция сдвига вправо в этом примере выбрана намеренно. Почти всем программистам известно, что в случае целых чисел сдвиг вправо функционально эквивалентен делению на 2. Если это известно почти всем, зачем это документировать? Потому что целью данного кода является не сдвиг вправо, а деление на 2. Важно то, что программист использовал не ту методику, которая лучше всего соответствует цели. Кроме того, большинство компиляторов в любом случае заменяют целочисленное деление на 2 операцией сдвига вправо, из чего следует, что ухудшение ясности кода обычно не требуется. В данной ситуации комментарий говорит, что компилятор не оптимизирует деление на 2, поэтому замена деления на сдвиг вправо существенно ускоряет выполнение кода. Благодаря комментарию программист, читающий код, тут же поймет мотивацию и использование неочевидного подхода. Если бы комментария не было, то тот же программист мог бы ворчать, что код усложнен без причины. Обычно такое ворчание оправдано, поэтому документировать исключение из правил важно. Избегайте сокращений. Комментарии должны быть однозначны и не заставлять программистов расшифровывать сокращения. Никаких сокращений, кроме самых распространенных, в комментариях быть не должно. Обычно такой соблазн возникает только при использовании комментариев в концах строк. Это еще один аргумент против данного вида комментариев. Проведите различия между общими и детальными комментариями. Иногда желательно провести различия между комментариями разных уровней, указав, что детальный комментарий является частью предыдущего, более общего комментария. Эту задачу можно решить несколькими способами. Вы можете подчеркивать общие комментарии и не подчеркивать детальные. Слабость этого подхода в том, что он заставляет подчеркивать больше комментариев, чем хотелось бы. Подчеркивание какого-то комментария предполагает, что все следующие неподчеркнутые комментарии являются подчиненными по отношению к нему. Соответственно, первый комментарий, не относящийся к подчеркнутому комментарию, также должен быть подчеркнут. И все начинается с изоного. С изного. Вот так. Результат – избыток подчеркивания и его несогласованность. Эта тема имеет несколько вариаций, с которыми связана та же проблема. Если вы используете в общем комментарии только заглавные буквы, а в детальных – только строчные, вы просто заменяете избыток подчеркивания на избыток главных букв, заглавных букв. Некоторые программисты проводят различия между общим и детальным комментариями при помощи регистра только первой буквы, но это различие слишком мало и его легко не заметить. Лучше предварять детальные комментарии многоточием. Другой подход, который часто оказывается самым лучшим – вынесение кода, соответствующего общему комментарию, в отдельный метод. В идеале методы должны быть логически плоскими. Все выполняемые в них действия должны относиться примерно к одному логическому уровню. Если в методе выполняются и общее, и детальное действие, метод не является плоским. В результате вынесения сложной группы действий в отдельный метод вы получите два логически ясных метода вместо одного логически скомканного. Данное обсуждение общих и детальных комментариев не относится к коду с отступами, содержащемуся внутри циклов и условных операторов. В этих случаях часто имеется общий комментарий перед циклом и более детальные комментарии в коде с отступами. Логическая организация комментариев характеризуется отступами. Таким образом, вышесказанное относилось только к последовательным абзацам кода, когда полная операция охватывает несколько абзацев, а некоторые абзацы подчинены другим. комментируйте все, что имеет отношение к ошибкам или недокументированным возможностям языка или среды. Если в языке или среде есть ошибка, она, вероятно, недокументирована. Даже если она где-то описана, не помешает сделать это еще раз в коде. Недокументированную возможность по определению, недокументированная возможность по определению не описана нигде. И ее следует задокументировать в коде. Допустим, вы обнаружили, что библиотечный метод в writeData работает неверно, если блок size имеет значение 500. Метод прекрасно обрабатывает значения 499, 501 и все остальные, которые вы когда-либо пробовали, но имеет дефект, проявляющийся только когда параметр блок size равен 500. Напишите перед вызовом в writeData, почему вы создали специальный случай для значения этого параметра. И вот, как это могло бы выглядеть. Как вы видите, этот пример предотвращающего кода предотвращающего ошибку. Обосновывайте нарушения хорошего стиля программирования. Если вы вынуждены нарушить хороший стиль программирования, объясните причину. Благодаря этому программисты, исполненные благих намерений, узнают, что попытка улучшения вашего кода может привести к нарушению его работы и не станут изменять его. Объяснение ясно скажет, что вы знали, что делаете, а не допустили небрежность. Улучшите свою репутацию, если есть такая возможность. Не комментируйте хитрый код, перепишите его. Вот один комментарий из проекта, в котором я принимал участие. Это хороший пример одного из самых распространенных и опасных заблуждений, согласно которому комментарии следует использовать для документирования особенно хитрых и нестабильных фрагментов кода. Данная идея обосновывается тем, что люди должны знать, когда им следует быть осторожны. Это плохая идея. Комментирование хитрого кода это как раз то, чего делать не следует. Комментарии не могут спасти сложный код. Как призывают Керниган и Плоджер, не документируйте плохой код, перепишите его. Исследования показали, что фрагменты исходного кода с большим числом комментариев обычно включали максимальное число дефектов и отнимали большую долю ресурсов, уходивших на разработку программного обеспечения. Ученые предположили, что программисты склонны щедро комментировать сложный код. Когда кто-то говорит это по-настоящему хитрый код, я слышу это по-настоящему плохой код. Если что-то вам кажется хитрым, для кого-то другого это окажется непонятным. Даже если что-то не кажется вам очень уж хитрым, другой человек, который не сталкивался с этим трюком, сочтет его очень замысловатым. Если вы спрашиваете себя, хитро ли это? Это хитро. Всегда можно найти не сложный вариант решения проблем. Поэтому перепишите код. Сделайте его несколько хорошим, чтобы нужда в комментариях вообще отпала. А затем прокомментируйте код, чтобы сделать его еще лучше. Этот совет относится преимущественно к коду, который вы пишете впервые. Если вы сопровождаете программу и не имеете возможности переписывать плохой код, комментирование хитрых фрагментов хороший подход. Комментирование объявлений данных. Комментарий объявления переменной описывает аспекты переменной, которые невозможно выразить в ее имени. Тщательно документировать данные важно. По крайней мере, одна компания, изучавшая собственные методики, пришла к выводу, что комментировать данные даже важнее, чем процессы, в которых эти данные используются. Указывайте в комментариях единицы измерения численных величин. Если число представляет длину, укажите единицы представления дюймы, футы, метры или километры. Если речь идет о времени, поясните, в чем оно выражено в секундах, прошедших с января 1980 года, миллисекундах, прошедших с момента запуска программы или как-то иначе. Если это координаты, напишите, что они представляют, ширину, долготу и высоту, и в чем они выражены, в радианах или градусах. Укажите систему координат и так далее. Не предполагайте, что единицы измерения очевидны. Для нового программиста они такими не будут. Для кого-то, кто работает над другой частью системы, они такими не будут. После значительного изменения программы они тоже очевидными не будут. Единицы измерения часто следует указывать в именах переменных, а не в комментариях. Например, выражение вида Distance to Surface равно Mars Lander Altitude выглядит корректным, тогда как Distance to Surface in meters равно Mars Lander Altitude in feet ясно указывает на ошибку. Указывайте в комментариях диапазоны допустимых значений численных величин. Если предполагается, что значение переменной должно попадать в некоторый диапазон, задокументируйте это. Одной из мощных возможностей языка Ада была возможность указания диапазона допустимых значений численной переменной. Если ваш язык не поддерживает такую возможность, а большинство языков ее не поддерживает, используйте для документирования диапазона ожидаемых значений комментарий. Например, если переменная представляет денежную сумму в долларах, укажите, что в вашем случае она должна находиться в пределах от 1 до 100 долларов. Если переменная представляет напряжение, напишите, что оно должно находиться в пределах от 105 ватт до 125 ватт. Комментируйте смысл закодированных значений. Если ваш язык поддерживает перечисление, используйте их для выражения смысла закодированных значений. Если нет, указывайте смысл каждого значения в комментариях и представляйте каждое значение в форме именованной константы, а не литералы. Так, если переменная представляет виды электрического тока, закомментируйте тот факт, что единичка представляет переменный ток, двойка постоянный, а тройка неопределенный вид. И вот пример иллюстрирующих три предыдущих рекомендации. Вся информация о диапазонах значений указана в комментариях. Комментируйте ограничения входных данных. Входные данные могут быть получены в виде входного параметра, прочитаны из файла или введены пользователем. Предыдущие советы относятся к входным параметрам методов в той же степени, что и к другим видам данных. Убедитесь, что вы документируете ожидаемые и неожидаемые значения. Комментарии это один из способов документирования того, что метод никогда не должен принимать некоторые данные. Задокументировать диапазоны допустимых значений можно также использовав утверждение и тогда эффективность обнаружения неверных данных заметно повысится. Ну или не утверждение, а ассерты. Документируйте флаги до уровня отдельных битов. Если переменная используется как битовое поле, укажите смысл каждого бита. Если бы мы писали этот пример на C++, следовало бы использовать синтаксис битовых полей. Тогда значения полей были бы самодокументирующимися. Включайте в комментарии относящиеся к переменной имя переменной. Если какие-то комментарии относятся к конкретной переменной, убедитесь, что вы обновляете их вместе с переменной. Помочь в этом может использование в комментариях имени переменной. Благодаря этому при поиске переменной в коде вы найдете не только ее, но и связанные с ней комментарии. Документируйте глобальные данные. Если вы используете глобальные данные, комментируйте их в местах объявления. В этом комментарии следует указать роль данных и причину, по которой они должны быть глобальными. Используя их каждый раз, поясняйте, что данные глобальны. Первое средство подчеркивания глобального статуса переменной это конвенция именования. Если такую конвенцию именования вы не приняли, комментарии могут восполнить этот пробел. Комментирование управляющих структур. Обычно самое подходящее место для комментирования управляющей структуры предшествующие ей строки. Если это оператор if или блок кейс, вы можете пояснить в комментарии условия и результаты. если этот цикл можно указать его цель. И вы видите пример комментирования цели управляющей структуры. Опираясь на этот пример можно дать несколько советов по комментированию управляющих структур. структур. Пишите комментарии перед каждым оператором if, блоком кейс, циклом или группой операторов. Эти конструкции часто требуют объяснения, а место перед ними лучше всего подходит для этого. Используйте комментарии для пояснения цели управляющих структур. Комментируйте завершение каждой управляющей структуры. Используйте комментарии для объяснения того, что именно завершилось. Комментарии особенно полезно применять для обозначения концов длинных циклов и для пояснения их вложенности. Вот пример комментариев поясняющих концы циклов. Эта методика комментирования дополняет визуальную информацию о логической структуре кода, предоставляемую отступами кода. Если циклы коротки, а вложенности нет, эта методика не нужна. Однако в случае глубокой вложенности или данных циклов она окупается. Рассматривайте комментарии в концах циклов как предупреждение о сложности кода. Если цикл настолько сложен, что в его конце нужен комментарий, подумайте не упростить ли цикл. Это же правило относится к сложным операторам if и блокам case. Комментарии в концах циклов сообщают полезную информацию о логической структуре кода, но писать и поддерживать их иногда утомительно. Зачастую лучший способ предотвратить эту нудную работу переписать код, который в силу своей сложности требует подобной документации. Комментирование методов С комментариями методов связан один из самых худших советов, который дается в типичных учебниках по программированию. Многие авторы советуют независимо от размера или сложности метода нагромождать перед его началом целые информационные баррикады. И вот пример монолитного натуралистичного пролога метода. Это глупо. Метод копи стринг тривиален и скорее всего включает не более пяти строк кода. Комментарии совершенно не соответствуют объему метода. Цель и алгоритм метода высосаны из пальца, потому что трудно описать что-то настолько простое, как копи стринг на уровне детальности между копированием строки и самим кодом. Предположение об интерфейсе и истории изменений также бесполезны. Эти комментарии только занимают место в листинге. Фамилия автора дополнена избыточными данными, которые легко найти в системе управления ревизиями. Заставлять указывать всю эту информацию перед каждым методом значит подталкивать программистов к написанию неточных комментариев и затруднять сопровождение программы. Эти лишние усилия не окупятся никогда. Другая проблема с тяжеловесными заголовками методов состоит в том, что они мешают факторизовать код. Затраты связанные с созданием нового метода так велики, что программисты будут стремиться создавать меньше методов. Конвенции кодирования должны поощрять применение хороших методик. Тяжеловесные заголовки методов поощряют их игнорировать. Располагайте комментарии близко к описываемому ими коду. Одна из причин того, что пролог метода не должен содержать объемной документации в том, что при этом комментарии далеки от описываемых ими частей метода. Если комментарии далеки от кода, вероятность того, что их не будут изменять вместе с кодом, при сопровождении повышается. Смысл комментариев и кода начинает расходиться, и внезапно комментарии становятся никчемными. Поэтому соблюдайте принцип близости и располагайте комментарии как можно ближе к описываемому ими коду. Тогда их будут поддерживать, а они сохранят свою полезность. несколько компонентов, которые по мере необходимости следует включать в прологи методов, описаны ниже. Ради удобства создавайте стандартизированные прологи. Не думайте, что перед каждым методом нужно указывать всю информацию. Включайте действительно важные элементы и опускайте остальные. Описывайте каждый метод одним-двумя предложениями перед началом метода. Если вы не можете описать метод одним или двумя краткими предложениями, вам вероятно следует лучше обдумать роль метода. Если краткое описание придумать трудно, значит проект метода не так хорош. Попробуйте перепроектировать метод. Краткое резюмирующее предположение должно присутствовать почти во всех методах, кроме простых методов доступа get и set. документируйте параметры в местах их объявления. Самый простой способ документирования входных и выходных переменных написать комментарии после их объявления. И этот пример вы видите на экране. этот совет уместное исключение из правила, предписывающего избегать комментариев в концах строк. Такие комментарии крайне полезны при документировании входных и выходных параметров. Кроме того, данный случай хорошо иллюстрирует полезность выравнивания параметров методов с помощью стандартных отступов, а не отступов в конце строк. при отступах в конце строк у вас просто не останется места для выразительных комментариев. В этом примере комментария тесна даже при стандартных отступах. Этот пример показывает, что комментарии не единственный способ документирования. Если имена переменных достаточно хороши, их можно не комментировать. Наконец, необходимость документирования входных и выходных переменных это хорошая причина избегать глобальных данных. Где вы будете их документировать? Вероятность документировать глобальные данные следует в огромном прологе. Вероятно, документировать глобальные данные следует в огромном прологе. Для этого нужно выполнить большую работу, что на практике, увы, обычно означает, что глобальные данные не документируются. Это очень плохо, так как глобальные данные нужно документировать не менее тщательно, чем все остальное. Используйте утилиты документирования кода, такие как javadoc. Если бы предыдущий пример нужно было бы на самом деле написать на java, вы могли бы адаптировать код к javadoc. Утилите извлечения документации java. Ну и кроме javadoc есть еще такие как doxygen и подобные. Смысл совета документируйте параметры в местах их объявления несколько изменился бы. Что привело бы к получению такого кода? При использовании инструмента вроде javadoc, doxygen и подобных выгода от специфической адаптации кода к последующему извлечению документации. Из него перевешивает риск, связанный с отделением описания параметров от их объявлений. Если среда не поддерживает извлечение документации, комментарии обычно лучше располагать ближе к именам параметров во избежание несогласованного редактирования кода и комментариев, а также дублирования самих имен. Проведите различия между входными и выходными данными. Знать какие данные являются входными, а какие выходными полезно при работе с Visual Basic определить это относительно легко, потому что выходным данным предшествует ключевое слово BYRF, а входным BYVAL. Если ваш язык не поддерживает такую дифференциацию автоматически, выразите это при помощи комментариев. И вот такой пример. Объявления методов C++ немного хитры, потому что иногда звездочка говорит о том, что аргумент является выходным параметром, но это очень часто просто означает, что с переменной легче работать как с указателем. Как правило лучше идентифицировать входные и выходные параметры явно. Если ваши методы достаточно коротки и вы поддерживаете ясное различие между входными и выходными данными, документировать статус данных наверное не нужно. Однако если метод более объемен, указание статуса поможет всем, кто будет читать код метода. Документируйте выраженные в интерфейсе предположения. Этот совет можно рассматривать как под множество других рекомендаций по поводу комментирования. Если вы сделали какие-либо предположения о состоянии получаемых вами переменных, укажите это или в прологе метода или в месте объявления данных. Этот вид документации должен присутствовать почти в каждом методе. Убедитесь, что вы задокументировали используемые глобальные данные. Глобальная переменная такая же часть интерфейса метода, как и все остальное, но при этом она более опасна, так как иногда не кажется частью интерфейса. Если вы пишете метод и понимаете, что делаете предположение об интерфейсе, немедленно задокументируйте его. Комментируйте ограничения методов. Если метод возвращает число, укажите его точность. Если в некоторых условиях результаты вычислений не определены, задокументируйте эти условия. Если на случай проблем вы реализовали в методе поведения по умолчанию, задокументируйте это поведение. Если предполагается, что метод будет работать только с массивами или таблицами определенных размеров, укажите это. Если вам известны изменения кода, которые могут привести к нарушению работы метода, задокументируйте их. Если при разработке метода возникают сбои, задокументируйте и их. Документируйте глобальные результаты выполнения метода. Если метод изменяет глобальные данные, опишите, что именно он делает с ними. Изменение глобальных данных минимум на порядок опаснее, чем их простое чтение. Поэтому изменять их нужно осторожно, и частью этой осторожности должна быть ясная документация. Если документирование становится слишком обременительным, следуйте обычному подходу. Перепишите код, чтобы глобальных данных стало меньше. Документируйте источники используемых алгоритмов. Если вы использовали в коде алгоритм из книги или журнала, укажите источник и номер страницы. Если вы разработали алгоритм сами, укажите, где читатель может его найти. Найти его описание. Используйте комментарии для маркировки частей программы. Некоторые программисты отмечают комментариями те или иные части кода, чтобы их было легче искать. Одна такая методика, принятая в C++ и Java, предполагает, что начало каждого метода отмечается комментарием, начинающихся с символом обратный слэш 2 звездочки. Это позволяет перескакивать с метода на метод, или путем поиска символов обратный слэш 2 звездочки, или автоматически, если такую возможность поддерживает редактор. Похожая методика заключается в использовании разных маркеров для разных видов комментариев, в зависимости от того, что они описывают. Так, в C++ вы могли бы использовать комментарий вида собачка k-world, где k-world код, определяющий тип комментария. Комментарий собачка param мог бы описывать параметр метода, а собачка version – версию файла, собачка throws – исключение, генерируемых методом, и так далее. Эта методика позволяет применять инструменты для извлечения разных видов информации из файлов исходного кода. Так, для получения документации обо всех исключениях, генерируемых методами программы, вы могли бы выполнить поиск комментариев по слову собачка throws. Комментирование классов, файлов и программ. Классы, файлы и программы объединяет то, что все они включают много методов. Файл или класс должен содержать набор родственных методов. Программа содержит все методы. В каждом этом случае цель документирования в том, чтобы предоставить выразительную высокоуровневую информацию о содержании файла, класса или программы. Создайте перед каждым классом блочный комментарий, описывающий общие атрибуты класса. Учтите при этом следующее. Опишите подход к проектированию класса. Обзорные комментарии, предоставляющие информацию, которую нельзя быстро извлечь из самого кода, особенно полезны. Опишите философию проектирования класса. Общий подход к его проектированию. Альтернативные варианты проектирования, которые были рассмотрены и отброшены и так далее. Опишите ограничения класса, предположения о его использовании. Как и в случае методов, убедитесь, что вы описали все ограничения, вытекающие из проекта класса. Опишите также предположения о входных и выходных данных. Аспекты ответственности за обработку ошибок, глобальные эффекты, источники алгоритмов и так далее. Прокомментируйте интерфейс класса. Может ли другой программист разобраться в использовании класса, не изучив его реализацию? Если нет, инкапсуляция класса подвергается серьезной опасности. Интерфейс класса должен содержать информацию, нужную для использования класса. Конвенция JavaDoc, к примеру, требует документирования хотя бы каждого параметра и каждого возвращаемого значения. Это надо сделать для каждого метода, предоставляемого каждым классом. Не документируйте в интерфейсе класса детали реализации. Главное правило инкапсуляции гласит, что предоставлять информацию нужно только в соответствии с принципом необходимого знания. Если у вас есть хоть какие-то сомнения в том, предоставлять ли информацию, оставьте ее скрытой. Таким образом, файл интерфейса класса должен содержать информацию, нужную для использования класса, но не для реализации или сопровождения класса. Общие принципы документирования файлов. Создайте в начале файла блочный комментарий, описывающий содержание файла. Опишите назначение и содержание каждого файла. В заголовочном комментарии к файлу следует описать классы или методы, содержащиеся в файле. Если все методы программы находятся в одном файле, назначение файла очевидно, он содержит весь код программы. Если файл содержит один класс, назначение файла также очевидно. Если же файл включает более одного класса, объясните, почему классы объединены в одном файле. Если программа разделена на несколько файлов исходного кода, не ради модульности, а по другой причине, хорошее описание назначения файла окажется еще полезнее для программиста, которому придется изменять программу. Подумайте, поможет ли заголовочный комментарий к файлу определить, содержится ли в этом файле метод, выполняющий конкретные действия. Укажите в блочном комментарии свои имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. При работе над крупными проектами большое значение имеют такие факторы, как авторство и ответственность за конкретные фрагменты исходного кода. В небольших проектах, реализуемых с участием менее 10 человек, годятся методики совместной разработки, при которых все члены группы в равной степени отвечают за все разделы кода. Разработка более крупных систем требует, чтобы программисты специализировались на разных областях кода, что делает совместное владение кода нереальным. В этом случае сведения об авторстве нужно включать в листинг. Они позволяют другим программистам, работающим над кодом, узнать кое-что о стиле программирования и связаться с автором кода, если им понадобится помощь. В зависимости от того, над чем вы работаете, сведения об авторстве следует включать на уровне методов, классов или программ. Включите файл тег-версии. Многие инструменты управления версиями вставляют сведения о версии в файл. Например, система CVS автоматически расширяет символы, которые вот сейчас вы видите на экране, в комментарии. То есть символы собачка, ID, собачка в комментарии. Собачка, ID, далее класс, name, data, время и все такое. Это позволяет поддерживать актуальную информацию о версиях кода, не заставляя разработчиков прилагать никаких усилий, кроме вставки первоначального комментария собачка, ID, собачка. Ой, собачка, доллар, блин, перепутал я. Доллар. Так, включите в блочный комментарий юридическую информацию. Многие компании любят включать в свои программы уведомления об авторских правах, конфиденциальности и другую юридическую информацию. Если вы работаете в такой компании, включите в код строку, похожую на указанную ниже, ну или на ту, которую вы сейчас видите на экране. Узнайте у юриста своей компании, какую информацию включать в файл, если это вообще следует делать. Присвоите файлу имя, характеризующего его содержание. Как правило, имя файла должно быть тесно связано с именем открытого класса, содержащегося в файле. Так, если класс называется employee, файл следует назвать employee.cpp. Некоторые языки, например, Java, требуют, чтобы имя файла соответствовало имени класса. Самые опытные программисты соглашаются с тем, что методики документирования, описанные в предыдущем разделе, полезны. Достоверных научных данных о полезности каждой из методик все еще мало, однако при объединении методик их эффективность не вызывает сомнений. В 1990 году Пол Оман и Кертис Кук опубликовали результаты двух исследований книжной парадигмы документирования. Они искали стиль кодирования, который поддерживал бы несколько разных стилей чтения кода. Одной целью была поддержка нисходящего, восходящего и сфокусированного поиска. Другой целью было разделение кода на фрагменты, с которыми было бы легче работать, чем с длинным листингом однородного кода. Оман и Кук хотели, чтобы стиль предоставлял информацию и о высокоуровневой, и о низкоуровневой организации кода. Они обнаружили, что этих целей можно достичь, если рассматривать код как специфический вид книги и форматировать его соответствующим образом. Книжная парадигма предполагает, что код и документация организуются в несколько компонентов, похожих на компоненты книги и помогающих программистам получить высокоуровневое представление о программе. Предисловие Это группа вводных комментариев, таких как комментарии, обычно встречающиеся в начале файла. Они аналогичны предисловию книги и предоставляют программисту обзорную информацию о программе. Содержание Определяет высокоуровневые файлы, классы и методы, которые могут быть указаны в форме списка, как главы обычной книги, или графически в виде структурной схемы. Разделы Соответствуют отдельным частям методов, например, объявлениям методов, объявлениям данных и исполняемым оператором. Перегрестные ссылки Это карты перекрестных ссылок в коде, включающие номера строк. Низкоуровневые методики, опираясь на которые Оман и Кук воспользовались, преимуществами сходств между книгой и листингом, похожи на методики, которые были описаны в предыдущей главе. Результат использования этих методик организации кода таков, когда Оман и Кук попросили группу опытных программистов выполнить одну задачу на сопровождение программы, среднее время выполнения этой задачи, в случае программы из тысячи строк, составило только около трех четвертей от времени, потребовавшегося для решения той же задачи при традиционной организации исходного кода. Более того, при сопровождении кода, задокументированного в соответствии с книжной парадигмой, программисты получили в среднем на 20% более высокие оценки, чем при сопровождении кода, задокументированного традиционным образом. Оман и Кук пришли к выводу, что обращая внимание на принципы структурирования книг, можно улучшить понятность кода на 10-20%. В исследовании, проведенном в Университете Торонто, были получены похожие результаты. Книжная парадигма подчеркивает важность создания документации, объясняющей и высокоуровневую, и низкоуровневую организацию программы. Так, эта подглава закончилась. Ну и тут небольшая новая подглава. Что ж, я ее зачитаю. Стандарты IEEE. Ценным источником сведений о документации, не относящейся к уровню исходного кода, являются стандарты разработки программного обеспечения, принятые Институтом инженеров по электротехнике и электронике Institute for Electric and Electrical Engineers Стандарты IEEE разрабатываются группами профессионалов и ученых, экспертов конкретной области. Каждый стандарт содержит резюме, описываемый стандартом области, и обычно включает обзор документации, уместной для данной области. В разработке стандартов принимает участие несколько национальных и международных организаций. Ведущая роль в определении стандартов разработки программного обеспечения принадлежит группе IEEE. Некоторые стандарты совместно приняты международной организацией по стандартизации International Standard Organization или ISO. Альянсом электронной промышленности Electronic Industries Alliance IEEA и Международным инженерным консорсусом. Название стандарта включает номер стандарта, год его принятия и само название. Ну и сейчас вы увидите на экране стандарты разработки ПО. То есть сейчас вы видите тут раз, два, три, четыре, пять, шесть стандартов разработки ПО. Если нужно, нажмите на паузу. Сейчас вы видите стандарты контроля качества ПО. Опять-таки, если нужно, нажимайте на паузу. Ну и опять-таки, понятное дело, если нужно, нажимайте на паузу. Ну, некоторые стандарты, конечно же, могли бы, наверное, уже устареть. Но, тем не менее, есть стандарты и их придерживаются. Ну и у нас 32 глава заканчивается. И у нас, как всегда, контрольный список вопросов. Итак, контрольный список. Хорошие методики комментирования. Общие аспекты. Может ли программист, взглянувший на код, сразу его понять? Объясняют ли комментарии цель кода? Или резюмируют ли они выполняемые в коде действия, вместо того, чтобы просто повторять код? Используете ли вы процесс программирования с псевдокодом для сокращения времени комментирования? Переписали ли вы хитрый код, вместо того, чтобы комментировать его? Актуальны ли комментарии? Ясны ли комментарии? Корректны ли они? Позволяет ли стиль комментирования с легкостью изменять комментарии? Операторы и абзацы. Избегаете ли вы комментариев в концах строк? Стремитесь ли вы отвечать на комментариях на вопрос «почему», а не «как?» Готовят ли комментарии читателя к последующему коду? Каждый ли комментарий важен? Были ли удалены или улучшены избыточные посторонние и неуместные комментарии? Документируете ли вы сюрпризы? Избегаете ли вы сокращений? Ясны ли различия между общими и детальными комментариями? Комментируете ли вы недокументированные возможности или код, предотвращающий ошибки языка или среды? Объявление данных. Указываете ли вы единицы измерения данных в местах объявления данных? Указываете ли вы диапазоны допустимых значений численных величин? Комментируете ли вы смысл закодированных значений? Комментируете ли вы ограничения входных данных? Документируете ли вы флаги до уровня отдельных битов? Комментируете ли вы каждую глобальную переменную в месте ее объявления? Поясняете ли вы при каждом использовании глобальной переменной ее глобальный характер при помощи конвенции именования, комментария или обоих способов? Заменили ли вы магические числа на именованные константы или переменные вместо того, чтобы ограничиться простым документированием? Управляющие структуры. Комментируете ли вы каждый управляющий оператор? Комментируете ли вы концы длинных или сложных управляющих структур? Или упрощаете ли вы эти структуры по мере возможности, чтобы они не требовали комментариев? Методы. Комментируете ли вы назначение каждого метода? Указываете ли вы в комментариях к методам в случае надобности другую информацию, такую как входные и выходные данные, предположения об интерфейсе, ограничения, исправленные ошибки, глобальные эффекты и источники алгоритмов? Файлы, классы и программы. Включает ли программа краткий документ, подобный документу книжной парадигмы, предоставляющей общую информацию об организации программы? Описали ли вы назначение каждого файла? Указали ли вы в листинге фамилию и имя автора, адрес электронной почты и номер телефона? И ключевые моменты. Вопрос в том, стоит ли комментировать код вполне обоснован. При плохом выполнении комментирования является пустой тратой времени и иногда причиняет вред. При грамотном применении комментирования полезно. Основная часть критически важной информации о программе должна содержаться в исходном коде. На протяжении жизни программы актуальности исходного кода уделяется больше внимания, чем актуальности любого другого ресурса. Поэтому важную информацию полезно интегрировать в код. Хороший код является самой лучшей документацией. Если код настолько плох, что требует объемных комментариев, попытайтесь сначала улучшить его. Комментарии должны сообщать о коде что-то такое, что он не может сообщить сам на уровне резюме или уровне цели. Некоторые стили комментирования заставляют выполнять много нудной канцелярской работы. Используйте стиль, который было бы легко поддерживать. Ну и глава 32 закончилась. Ну тут и до окончания книги уже совсем-совсем чуть-чуть. Сегодня, конечно же, затянулось это все, ну а по-другому никак. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok